Смотрите сегодня в специальном репортаже. Госсекретарь США признал, что Крым для Украины потерян окончательно. Что заставило украинские власти проглотить эту горькую пилюлю от Майка Помпео. Когда хозяин позволяет себе что-то высказывать, вы как в шавке молчите. И огрызаетесь только тогда, когда скажет что-то неизвестно кто. А вот когда сказал такой крупный человек, как Помпео, вы все молчите. Новое министерство по делам Донбасса. За чей счет официальный Киев теперь будет усмирять Донецк и Луганск. Украину будут колоть во вред России. Это страшная кровавая игра. Она и будет и дальше продолжаться. Спасибо деду за победу. Эксклюзивное интервью нашей программы с 85-летним Мехти Лугуновым, которому удалось седьмой попытке вырваться в Россию из украинского плена. Мне в тюрьму передали красное знамя. И когда мы перешли на нашу сторону, я вынул это знамо и показал. Ребята. Они вас не сломали. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей. Почему в будущее незалежной сегодня не верят даже отъявленные русофобы? Власть вообще в принципе утратила контроль за территорией, за соблюдением законности. Ничего удивительного, что по стране шастает банда, может и не на пять, а на 105 частей развалится. Забытая история и карикатурные учебники, придуманные праздники и фейковые органы власти. Какие еще идеи вынашивает Киев, чтобы промыть мозги собственным гражданам? 5 февраля постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кореневич заявил, что на Украине может появиться новый государственный праздник – День сопротивления крымчан российской оккупации. И даже дату обозначил – 26 февраля. Любопытно, что всего за час до этого чиновник сделал еще одно громкое заявление, объявив, что Украина не готова к принятию полуострова обратно. При этом Кореневич скромно умолчал. Крым-Киеву никто и не предлагает. Украина не знает. И Украина не готова – это два ключевых слова, которые, в принципе, должны быть во всех новостях на Украине. Она не готова к Крыму, не готова к Евросоюзу, не готова к НАТО, не готова к Минским соглашениям. Это такое состояние неготовности и растерянности. А вот что произошло накануне спича представителя президента Украины в Крыму. 4 февраля американские партнеры в лице госсекретаря США Майка Помпео признали, что Крым для Украины потерян безвозвратно. Мировые игроки это понимают. Россия не та страна, у которой что-то можно забрать. Что же вы промолчали, как воды в рот набрали? То есть, когда хозяин позволяет себе что-то высказывать, вы как шавки молчите. И огрызаетесь только тогда, когда скажет что-то неизвестно кто. А вот когда сказал такой крупный человек, как Помпео, вы все молчите. Самое забавное в этой истории даже не то, что украинские политики предлагают вводить какие-то праздники в чужой стране. Непонятно, зачем на Украине вообще существует должность постоянного представителя президента на территории другого государства. А также целое крымское правительство со всеми министерствами и ведомствами. Сажают каких-то аферистов, по-другому не скажешь, которые получают деньги из бюджета государства Украина. Живут на деньги украинских налогоплательщиков, не имея никаких полномочий. Их никто не уполномачивал, собственно, никакой легитимности у них нет. То есть по факту у Украины Крыма нет, что признал даже американский госсекретарь. А чиновники, которые ежедневно спешат на службу и получают зарплату за руководство этим несуществующим внезалежным регионом, есть. Вот только обитают они совсем не в Крыму, а в Херсоне, Одессе и Киеве. Это ботафория, которая направлена на то, чтобы пыль в глаза пускать своим гражданам. Что они решают? Ну, они управляют, наверное, охранником, швейцаром, ну и буфетом в своем министерстве, в своих органах власти. Не более того. Параллельно с крымскими откровениями представители Зеленского 5 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев срочно озаботился созданием отдельного министерства по реинтеграции Донбасса. По его словам, создание этой структуры позволит правительству эффективнее заниматься вопросами Донецка и Луганска. Они заигрались. Дрова будут подкидываться, чтобы этот очаг разгорался. Украину будут колоть во вред России. Эта страшная кровавая игра, которая затеяна непосредственно американцами и сателлитами, она и будет и дальше продолжаться. Подобное ведомство уже существовало на Украине в течение трех лет. С 2016 по 2019 год и называлось Министерством временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. После прихода Владимира Зеленского к власти, это министерство объединили с ведомством по делам ветеранов. А теперь снова выводят в отдельную структуру. Мы работу уже одного министерства видели по АТО, чем это все закончилось. И не туда, и не сюда. А миллиарды за пять лет пропали. Порошенко уже создавал наподобие такого министерства. Чем это все закончилось? Попилили бюджет. Как новое министерство собирается реинтегрировать Донбасс, не очень понятно. За основу принят план А, где говорится о дипломатическом решении вопроса. Но есть еще четыре варианта реинтеграции, суть которых не уточняется. 4 февраля секретарь Украинского совета по национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что органы центральной власти, вооруженные силы и спецслужбы Украины готовы к любому развитию событий. Что скрывает такая размытая формулировка? За последние пять лет карательный маховик службы безопасности Украины заработал на полную мощность. В тюрьмах оказались старики, женщины, подростки. 85-летний инженер-изобретатель, кандидат технических наук Мехти Лугунов знает о методах работы СБУ не понаслышке. Я человек, как вам сказать, бесстрашный, я вам прямо скажу, я ничего не боюсь. Да в моем возрасте что-то бояться, ну это смешно. Я видел, например, на площади СБУшники начали прессовать женщин. Была такая там волонтерская компания, которая собирала вещи, продукты для разрушенных городков и сел на Донбассе. И вот два СБУшника такие пузатые, кормленные, стали этих женщин прессовать. Лугунов не прошел мимо. Пожилой человек попытался остановить взорвавшихся офицеров СБУ. Посмотри на себя. Ты раскормленный, жирный. Ты сидишь тут прессуешь женщин за то, что они делают благое дело, помогают людям. Чего ты не берешь автомат или винтовку? Чего ты не идешь воевать на это самое, на Донбасс? Ты здесь воюешь с ними. С этого момента Лугунов попал в службе безопасности Украины на карандаш. Когда его арестовали и предъявили обвинение в сотрудничестве с российской разведкой, пенсионер был изумлен. Слежка за ним длилась три с половиной года. На разработку меня они использовали 17 следователей СБУ. Я уже не говорю о топтунах, там специалистов, которые устанавливали аппаратуру. Мне просверлили в потолок. В конце концов потолок обрушился. 85-летнего старика допрашивали 120 раз. В тюрьме поднимали в 7.30 утра, вывозили в СБУ и держали там до 9 вечера. Склоняли меня, чтобы я признал, что я резидент. Я засмеялся и сказал, вы что, вы что, не понимаете? Ведь будут в ГРУ и в ФСБ смеяться, когда вы обнародуете, что я резидент. Потому что они-то знают, что я не резидент. И я знаю, что я не резидент. И вы знаете, что я не резидент. Но они думали, что они меня сломают. Меня можно убить. Сломать никогда. На просьбы о медицинской помощи Лугунову приходилось ждать ответа по несколько недель. Из-за постоянных болей во время судебных заседаний у пенсионера начинался гипертонический криз. Суд длился полгода. Но Лугунов не поддался и вины своей не признал. Несмотря на это был вынесен приговор. 12 лет заключения. Формулировка гласила, с целью перевоспитания и переубеждения, а также иных мер. Из 12 лет старик отсидел 2 года, 4 месяца и 12 дней. И если бы не обмен пленными между Украиной и Донбассом, нефти умер бы в тюрьме. Шесть раз 85-летнего Лугунова вносили в списки на обмен. И шесть раз украинская сторона его вычеркивала. Мне в тюрьму передали красное знамя. Самодельное красное знамя. Было это название «Полк Победы» и 1941-1945 год. Порядка 20 обысков не могли найти это у меня знамя. И когда мы перешли на нашу сторону, я вынул это знамо и показал. Ребята! Они вас не сломали никому. Так как же все-таки киевские власти собираются возвращать Донбасс обратно на Украину? Наши эксперты уверены, что деньги на министерство по реинтеграции выделят американцы. Но что дальше? Ожидает ли нас новый виток войны в Донбассе? Или все ограничится очередным фейковым министерством с кучей чиновников наподобие крымского правительства в Херсоне и в Одессе? Попилят деньги грантовские. Ихни с Соединенных Штатов Америки, с Германией, с Францией. Это очередной миф. Они с помощью министерства, но так называемого, по реинтеграции Донбасса, они не вернут Донбасса, пока мисть будет насаждаться нацизм, украинизация массовая. Одним из действенных, как полагают власти, незалежных ходов в рамках реинтеграции станет создание специального украинского государственного телеканала для жителей Донбасса, который, к слову, должен начать работу уже на этой неделе, 15 февраля. Задачу нового телеканала две. Пропагандировать среди жителей мятежных республик светлое будущее в составе Украины, а также лить помои на российского соседа. На телевидении, кстати, предполагается в их условиях достаточно, можно, да, тоже там какую-то серьезную копейку или гривну себе положить в карман. Все равно никто смотреть не будет. Рейтинги не выяснишь. И потом говорить, что 99% дончан с удовольствием смотрят все вот это, весь убредятельный, который на них вещает украинская пропаганда. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский допустил, что вещать телеканал будет как на украинском, так и на русском языках. Вещание будет осуществляться на базе телеканала УАТВ. Вот они создают очередной мифический канал. Он будет создан на вранье. Будут обгаживать во всех направлениях Россию. И показывать, какая нищета, какие алкоголики в России, что там происходит. Вы не верьте. Нужно в Украину возвращаться. Но откуда деньги на этот проект? По мнению экспертов, у самой незалежной средств на пропагандистский телеканал нет. Бюджет Украины на этот год выделил у УАТВ почти 440 миллионов гривен. Это приблизительно 18,5 миллионов долларов США. И о новом рупоре укрпропаганды там речи не идет. Поговаривают об американском гранте одного из фондов Сороса. Именно за его счет на Донбасс обрушится лавина фейков о распрекрасной жизни на Украине и плохой России. Тех, кто гранты дает достаточно много, народу там и Сорос дает, и другие там различные. Так что не оскудевает эта река, пока Украина идет покорно в русле русофобии, вражды к России, к русскому народу. Деньги будут давать. Давайте вспомним, что те же фонды Сороса стояли и за изданиями украинских учебников, по которым сегодня учатся в школах незалежной. Чего только стоит учебник всемирной истории, увековечивший голливудского киноактера Киану Ривза на строительстве небоскреба в Нью-Йорке. Вот знаменитая фотография 1932 года. А вот как это выглядит в украинском учебнике. Знаете, есть такой у них анекдот. Яка держала, такие герои, да, вот это та же самая история. Яки министры, такие учебники. А учебник по географии, который также финансировался американским миллиардером, разместил на своих страницах карту из популярной компьютерной игры. Чтобы пройти все этапы, необходимо сражаться с драконами. Непонятно, что хотели сказать создатели учебника. То ли украинская нация сформировалась еще во времена драконов и победила их, то ли украинцам специально промывают мозги, заставляя забыть свою настоящую историю и свои корни, печатая в учебниках откровенные фейки. Учебники пишут 28-летние специалисты во всем, во всех областях сразу. Это люди веселые, молодые, которые, так сказать, очень хорошо умеют ориентироваться в компьютерных играх. И они вот свой внутренний мир переносят их, так сказать, в сферу своей непосредственной деятельности. Каким последствиям приводит отсутствие государственных средств и собственных идей, рассказал бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. 31 января в эфире телеканала «112 Украин» он прямо заявил, что украинское правительство не имеет средств и сил, чтобы контролировать территорию незалежной. В своем выступлении Саакашвили утверждал, что Украину ждет распад минимум на пять частей, а у мэров Харькова и Одессы есть свои личные армии. Например, у Труханова есть частная армия, у Кеднеса есть свои молодчики и так далее. Эти люди никуда не уходят просто так. Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин. Бывший губернатор также отметил, что у украинского руководства нет времени менять экономическую ситуацию в стране. Но если ее оставить как есть, то, цитата, все полетит в трубу. В конце концов, Саакашвили сделал в эфире украинского телеканала сенсационное признание. Киев или Украина сейчас намного хуже, чем Киев и Украина при Советском Союзе. Так что же происходит на Украине, если даже откровенный русофоб Михаил Саакашвили прозрел и ностальгирует по былым временам? За 28 лет незалежности украинцы так и не увидели ни одного примера успеха своей страны. А когда нечего показать, остается выдумывать. Жители Украины, как наркоманов, пичкают новыми дозами фейков. А чем в итоге грозит передозировка, написано в любом учебнике по медицине.